Заключительный день Кубка Губернатора У четырехлетней Миланы сбылась мечта. Побывав на одном из мочей Кубка Губернатора, она вместе со своей подружкой Аней стала героиней Инстаграма. Ролик, в котором Милана с трибуны звала Торика и расстроилась до слез от того, что он ее не услышал, растрогал многих, в том числе и самого талисмана Торпеда. И Торик пригласил маленьких болельщиц вместе с их родителями на игру Торпеда со Спартаком. А мы теперь будем друзья с Ториком. Выкладывайте и вы свои фотографии и видеоролики с хэштегом Торпеда.НН как можно больше и чаще, и они обязательно получат признание в большой торпедовской семье. Встреч в этот день у Торика было много. Для Михаила, приехавшего в свой день рождения на матч издалека, друзья приготовили сюрприз. Торик! 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 Было очень приятно, что меня поздравили, мои друзья, таким способом. Первый раз у меня такое большое всем спасибо. Большое спасибо Торику! Катерина, приехавшая на игру из Арзамаса, тоже принимала поздравления от хоккейного клуба. Поздравляем с днем рождения! Всего самого хорошего! Вот подарок от нас! Майка! Желаем успехов! В спорте! Везде! Спасибо, Торпеда! Удачи в игре! И ко всем этим светлым переживаниям от встречи с Торпедо у наших героев, а также у всех, кому посчастливилось стать участником матча закрытия юбилейного кубка губернатора, добавилась радость от победы Торпедо над Спартаком, которая досталась ой как непросто. Ставшие вознаграждением за старания голы Дениса Баранцева и Германа Поддубного. Булитный дуэль по ходу первого периода, в который Денис Костин не позволил отличиться сопернику. Драма в концовке матча, когда, ведя с минимальным преимуществом 2-1, торпедовцы остались втроем против пятерых и выстояли. Здесь уже аплодисменты Николаю Малькову. Именно он защищал ворота нижегородцев в третьем периоде. Я очень рад, что у меня было достаточно работы, чтобы доказать, что я способен играть из-за Торпеда. Разрядка напряжения, как и положено хорошему спектаклю, наступила на последних секундах. Поразивший пустые ворота Спартака Энди Миле снял все вопросы и ликвидировал все сомнения. Можно ликовать от души. Да, очень классно все. Мы довольны. Надеемся, что сезон в этом году будет шикарный. Хорошая игра получилась. Здорово. Провели, в принципе, все периоды, старались. Концовка особенная. Как они работают, я очень довольный. Я еще не только видел команду, что команда живая была. У нас камейка, рычевалки и все друг друга бились. Михаил Варнаков принимал поздравления от главы региона дважды. Сначала Глеб Сергеевич Никитин вручил торпедовскому капитану индивидуальный приз лучшему нападающему турнира. А затем командный трофей за вырванное в упорнейшей борьбе второе место на Кубке губернатора. Первым по итогам турнира финишировал автомобилист. Третьими стали московские динамовцы. На самом деле мы здесь все в КРК Нагорной хотим сказать спасибо торпеде. Ребята, вы по-настоящему бились здорово в каждом матче. Вы внушили в нашу надежду. Спасибо торпеде. Мы ненадолго прощаемся. У нас скоро открывается сезон. Совсем недолго осталось. 3 сентября здесь пройдет матч Соска. Ребята, давайте все поддержим нашу команду, придем на этот матч. Будем болеть. И будем надеяться, что впереди нас ждут только победы. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Добро пожаловать в Кирпич. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»